Доброго времени суток друзья! Ну и как вы видите мы находимся на мультиплеерной платформе Rage. И мне бы хотелось сегодня познать секрет популярности вот этих двух серверов. А сервера называется GTA 5.com. У них два сервера, один называется Downtown, другой Strawberry. Оба эти серверы обычно находятся в топе. Сейчас один из них просел, потому что вот эта запись производилась в ночное время. Но буквально через минуту я покажу более свежую запись, где они оба находятся в топе. Хотя у одного и у другого какой-то просто запредельный пинг. Он как видим ограничивается цифрой 999, но может быть вполне и больше. Ну а вот я сделал более свежую запись. Это была дневная запись, как видите на одном из них вообще онлайн под тысячу. И тут же есть наши российские сервера, которых более человеческий пинг, но они не столь популярны. Так в чем же секрет этого сервера? В чем секрет этого проекта? Почему они с такой легкостью обходят сервера с человеческим пингом? Давайте зайдем посмотрим. Ну и встречает нас уже привычным для этих проектов меню кастомизации персонажа. И хоть это первое, что мы встречаем, да, но на моих обзорах я уже показывал. Есть проекты, где гораздо интереснее это выполнено, более красивое оформление, ну и персонаж более крупный. Здесь же сделано так, достаточно скромненько, и вот этого фон, на котором стоит персонаж, я бы поменял на более светлый, что ли. Вот это черное пятно, к чему вообще. Ну ладно, сделано и сделано. Заходим, смотрим. И встречает нас здесь гид NPC в виде персонажа Майкла. Но надо сказать, что персонаж этот Майкл очень скромный гид. Он дает одно задание купить мотороллер и ехать на стройку. И все, на этом заканчиваются все его полномочия. Больше он ничего не говорит, не делает. Просто говорит, ты сам разберешься. Слышишь, а что там у Майкла? Ну а вот вопрос характерного РПшника. Никто к этому Майклу и не подходит даже. Все проходят мимо, считают, что разберутся сами. А разбираться здесь на самом деле очень и очень сложно. И большинство игроков здесь, заходя, проходят мимо этого Майкла и подходят к нам. Вот, например, с такими вот вопросами. А что где тут можно? Да вон Майкл прораб стоит. К нему подойди. Понял. Понял. Спасибо. Также практически каждый подходит и спрашивает, а где взять транспорт. А транспорт, оказывается, арендуется прямо здесь. Вот у этого персонажа. Но я сам грешен, прошел мимо, даже не понял, что это аренда транспорта. Как видите, на карте его нету. Тут вообще очень много чего нет на карте. И надо пользоваться телефоном. В телефоне есть раздел GPS. Вот через GPS надо искать необходимые тебе точки. Например, нету на карте банкоматов. Банкоматы можно найти только через телефон. И, кстати, деньги в банкоматы ложить нельзя. В банкомате можно только снимать деньги. А ложить надо через банк. Ну, такая себе схема, я вам скажу. Ну, ребята, в общем, побежали искать в ближайшем мотомагазине скутера, чтобы взять в аренду. Я, как я уже сказал, и сам, честно, не заметил этого бота, который дает скутера в аренду. Я его увидел, вернее, только на следующий день, когда уже было светло. Я побежал пешком по заданию Майкла на стройку. И вот тут на стройке меня посетил первый глюк этого сервера, связанный с огромным пингом. Видите, боты все в воздухе. Я, как бы, спокойненько хожу, они все висят в воздухе, что-то делают непонятно. Кстати, на этом проекте есть боты, но на данный момент они все висят в воздухе. Вот, пожалуйста, пиксельная порнография. Но все не так плохо. Просто из-за того, что пинг здоровенный, объекты не успевают прогружаться. На самом деле на этом месте стоит офис. И вот как это выглядит, когда я перезашел, и, как видите, уже стало светло. И таких приколов этот сервер выдает мне с завидной регулярностью. Не прогружаются офисы, не прогружаются двери. Во многие магазины мне не зайти. И то же самое случилось с автошколой. Ну а боты, которые ночью левитировали в воздухе, вот они. Они, оказывается, стоят не в воздухе, а на полу. Просто пол-то поднят над землей. И вот этот прораб, которому мне надо подойти. Ну и надо сказать, что боты, ну или NPC, это фишка этого проекта. Их здесь много. Они для антуражности, ну и для взаимодействия. Ну я, как видите, устроился на работу, получил форму и сумку, ну и пошел на объект работать. И все. Вот с этого момента этот проект начал мне разочаровывать все сильнее и сильнее. И началось все вот с этой вот работы. То, как она выполнена, и кто ее придумал, я не знаю. Но более бредовой затеи я в своей жизни не встречал. Посмотрите, как выполнена работа. Что мне надо делать? Ну и помимо стандартной беготни от триггера к триггеру, здесь загорается некий зеленый индикатор, который сейчас вот на ваших экранах. И кнопка взаимодействия. Вот она. Она все время меняется. И вот по этой кнопке надо пиздрячить от 15 до 17 раз. В зависимости от интенсивности и от того, насколько быстро вы успели среагировать. Ну и напомню, что Майкл дал задание как минимум обойти 50 точек. Математика очень простая. 50 и берем по минимуму. Не 17, не 20 раз бывает щелкнешь. Просто берем минимум 15 раз. И вот смотрите, что получается. 15 умножаем на 50 точек. Получается 750 раз надо пиздануть по разным кнопкам. Так это только для того, чтобы выполнить задание Майкла. Если вы хотите позаработать, то вам придется в два раза больше побегать. Но умножаем на 2. В результате минимум полторы тысячи раз вам надо будет наебнуть по клавиатуре. Не каждая секретарша на работе столько долбит. Как такое пришло в голову? Кому это пришло в голову? Бредятина какая-то. Дальше еще интереснее. Смотрите. Пафосно прилетели, видимо, те, кто придумал эту работу. А то есть какие-то представители администрации, ну или тому подобное. Я не знаю, кто это такие. Прилетели с целью создать здесь викторину. Викторина, ну, видимо, для контингента, который здесь населяется. Потому что вопросы, которые они задавали, мало того, что неуместные, так они просто идиотские. Но даже собрать народ в кучу для проведения массового долбоебизма они не смогли. Ну, в общем, что я говорю. Посмотрите сами. Опа, сейчас соберем. Народ, деньги, деньги раздаем, деньги раздаем. Погоди, сейчас вы будете на... Сейчас мы будем задавать вопросы и за правильный ответ будем раздавать деньги. Естественно. А ты что думаешь? По медицине, ёпт. Быду ходишь. Так, все подходим сюда, не стесняемся. Давайте, кто там еще бегает? Вот там, смотрите, Народ бегает. Амат, вот там еще бегает. Так, не расходимся, ребят. Даем больше, чем заработать. Вот ты кучерявый, молодец. Вот тебе сразу, короче, вот ты стоишь. Вчера он хочет идти. Молодец, стой, дай. Какой хороший, а? Так, граждане, проходим. Сейчас будет мероприятие. Вот видишь? Вот ты подошел, постоял, деньги получил. А вот они бегают и не получат. Они будут бегать, нажимать там, эти самые себе, нажимать мозоли на руках, а деньги не получать там. Сколько не получают? Пропит, на. Меня слышно, нет? Да, слышно, слышно, хорошо слышно. О, блядь. Ей, блядь, пристрелю сейчас, Нархер. Тут нельзя стрелять, убери. Нельзя здесь стрелять. Карательная медицина не работает. Сейчас уберем. Мужики, легкие деньги. Мужики, легкие деньги. Просто задаем вам банальные вопросы, отвечаете на них, получаете хорошие денежки, на которые вы можете в будущем. Купите автомобиль, например. Красивую одежду. Пригласить свою прекрасную даму в ресторан. Ну, тут это сразу генов, не видно. А ты, мужик, красавчик, иди вставай. Будем сейчас вопросы задавать. Красавчик. А тебе бабок дабы, но у меня на речке нет. Да нет, нет, нет. Сейчас, так, давайте нам еще хотя бы двух человек. А что он там за нехороший человек? Стой, стой, стой! Все, короче, осталось двое, и они... А, о, о, о! Стой, стой, стой! Стой, 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 денег хочешь? Вставай, просто отвечай на банальные вопросы. Отвечаешь правильно, получаешь деньги. Викторина. По медицине. Когда надо чистить зубы, меня трусы, и все в подобном духе. За каждый правильный ответ 100 баксов даю. Ответ работник. Стой, стой, я говорю. Да, мне этот кучерявам нравится. Нет. Так, ну, я думаю... Слушай, я думаю, если сейчас мы не наберем людей, то мы даем кучерявам 500 долларов, вот этому лежащему еще тоже 500 долларов, и приходим в следующий раз. Ну да. Да они уже не хотят, типа... Выдил, короче, работает здесь. Давай вот с этими. Ну ладно, давай между ними разыграем. Мужик. Ладно, хорошо, давай с двумя людьми. Скажите, пожалуйста, а сколько раз надо чистить зубы? Молодец. Держи свои 100 долларов. Хорошо. Какая продолжительность очистки зубов рекомендуема врачам? Я не буду. Молодец. Получи свои 100 долларов. Так, хорошо. Так, что там у нас? Скажите, пожалуйста, Как часто врачи рекомендуют мыться? Ей бесполезность. Нет? Неправильный ответ. Врачи рекомендуют мыться по мере необходимости. Вот, ладно, поехали дальше. Как часто врачи рекомендуют мыть голову? Вот это весело. Ладно, поехали дальше. Скажи, пожалуйста, если кого-то из вас укусил клещ, что вы будете делать? Обращайся ко мне, его отгрызут. Еще много денег. Вот, ладно, хорошо, продолжаем. Продолжаем. Скажи, пожалуйста, как часто надо менять нижнее белье? 20 суток. Молодец, держи свою премию. Дайте денежку, пожалуйста. Отвечай на вопросы, получай деньги. Какие, какие, какие? Слушай, слушай, внимательно. Слушай, внимательно и отвечай. Скажи, зачем надо руки мыть с мылом? Чтоб грязь не попадала в еду. Молодой, держи свои 100 долларов. Вроде бы он такой маленький, а уже он в финике морда пропитая. Да вообще не то слово. Нет, нет, просто компом постоянно сидит, видишь, вот не спит нифига. Им воды пить надо больше. Не работаю. Дайте нажирочку хотя бы. Мне сотки не хватает. Не кричи. Будешь кричать, не будем с тобой викторину проводить. Я не ору. Так, хорошо. Скажи, пожалуйста, к чему ведет тщательное пережевывание пищи? Че? Так, смотри, ты получил свои 100 баксов, а кто даст сейчас самый правильный ответ, получит 500 баксов. К чему ведет тщательное пережевывание пищи? Надо дать вот один ответ, за который я дам просто 500 баксов сходя. К тому, кто ответит. Что в... это... в горло мешалось? Нет, неправильно, малый. А шо? Ну подайте бомжу на жрак. Дайте бабла. Шо? Серьезно, ты слишком громкий. Вот это нельзя, вот боги за это языки отрезают. А ты сильно много разговариваешь. За это тоже языки отрезают. Ну вот такая вот целевая аудитория, и вот такие вот ивенты проводятся здесь администрацией. Но слушать этот пиздоболизм больше не было силы, я вышел. Зашел я уже вечером и на другой, на зеркальный сервер. У них два сервера, повторюсь. Даунтаун и Ставери. Я путешествовал на одном и на другом. Они абсолютно зеркальные. Я пошел посмотреть в магазин, какие есть машинки, на что вообще рассчитывать-то, на какие деньги. Есть ли вообще смысл, ради чего вообще надо дрочить клавиатуру-то. И посмотрите, ну ладно, выбор машин, да. Машины стандартные, покраски, все дела, но как выполнено. Любую машину просто можно нахер вытолкать за экран. При прокрутке они лагают, как сволочи. Посмотрите, что с ней творится. Любую машину, которую вы здесь видите, вот можно так вот подкрутить право-лево и вообще вытолкать ее нахер туда, за экран. Ее и не видно будет. Кто так делает? Что за рукожоп это делал? Я хрен его знает. Не знаю. Я посмотрел уже море магазинов на этих проектах, но такого бреда я не видел. Ну ладно, посмотрел машины, надо получать права. Я побежал в сторону автошколы. И тут следующая подстава, опять, видимо, связанная с пингом. Автошкола, вот она на первом этаже, она не прогрузилась. Как вы можете заметить, надписи горят, а ни окон, ни дверей нету. Это уже третий раз, когда я перезахожу. Ну вот, я перезашел, а как видите, автошкола появилась. Все прорисовалось, все есть. Саму сдачу экзаменов даже показывать не буду. Скажу только, что сдача экзаменов сделана нормально. Сразу же перейдем к практическому занятию. И вот тут нас ждет следующий косяк. Кто, блядь, так расставил машины? Первый же триггер стоит в куче машин. Ну ладно, бог с ним. Объезжаем его кое-как, проехали. Едем дальше. Видите, перед нами триггер. Он четко показывает прямо, да? Ну, чуть-чуть левее, но показывает, в принципе, прямо. Давайте проедем, посмотрим. Правда ли это прямо? Точно ли вот прямо? Да, мать вашу, прямо-то нет ни хрена. Оказывается, надо было повернуть направо. Вон следующий триггер. Ладно, едем дальше. Подъезжаем к этому триггеру. И четко видно, как он показывает налево. Ну вот, он показывает налево. Ошибиться невозможно. Проезжаем его налево. А там нет ни хера. Он прямо. Бля, и здесь все триггеры стоят через жопу. Просто все вот до одного нахрен. Да и это еще полбеды. Посмотрите, что происходит, когда вы сдаете направо. Остановочка, делаем. Хелп мне, братан. Хелп мне. Стой, стой. Ограбление. Ограбление. Останови машину. Ты праву не сдали. Да, друзья. Вот такое РП здесь происходит. И да, я тоже РПшник. Я люблю РП проекты. Ну, у тебя же должно... Ты хоть три класса-то в жизни закончил. У тебя же должно быть что-то в башке. Да, ты мешаешь сдавать на права кепки. Ты должен же понимать, что у меня всего одна попытка. Сейчас я завалю, и мне опять придется идти дрочить клавиатуру. Ну, всему же есть предел какой-то. Чем вы тут занимаетесь? Что это за РП? Вообще, надо сказать, что контингент этого проекта начал меня сильно-сильно раздражать. Вот, например, еще одни РПшники. Вот, чели-ка продаем, хочешь? Да, в общем-то, ничего другого я от них уже не ожидал. Здесь все РП сводится к одному. Это бандитизм. Здесь есть мафиозные группировки, все остальные гопники. И вот они целыми днями по кругу ездят и друг друга шпилят. Никакого промежуточного звена в ролевом направлении здесь нет. И мне бы плюнуть на этот проект и выйти с него нахрен. Но я же, как мазохист, все-таки попытался поискать на этом проекте хоть что-то хорошее, что-то удивительное, может, уникальное, интересное. Я поехал на следующую работу, которая здесь предложена. Их здесь немного. Можно работать в порту. Это там вообще полный идиотизм. Я даже показывать не буду. Там бредятина полная. Настройки, то, что я вам показывал. И еще есть некие шахты. Как выполнены шахты, мне понравилось. Сама локация, как вы видите, изменена. Ну, почти до неузнаваемости. Добавлена насыпь, такая каменная насыпь. И это и есть шахта. Но и здесь не обошлось без косяка. Сейчас покажу. Подходим, например, к бригадиру. Взаимодействуем с ним. Ну, все по стандарту, в общем. Читаем текст, который он предлагает. И дальше идем выполнять работу. Ну, и далее мы видим, да, перед нами загорелись три триггера. Ничего такого удивительного здесь нет. Просто надо дойти до триггеров. И там, значит, какая-то будет функция взаимодействия. Может быть, ну, не знаю. Надо посмотреть. Надо дойти до этих триггеров. Я облазил здесь все. Я поднимался по камням. Я заезжал туда на мопедке. И что я только не делал. Я спрыгивал оттуда. Подходил к эскаваторам. Думал, может быть, как-то через эскаваторы надо взаимодействовать. Ни хрена. Вот, ну, поднимаешься наверх. И ничего не происходит. Триггеры исчезают. И я уже было собрался отсюда уезжать. Но далее по местному ОРП, в четкости, как положено, сюда прилетает еще какой-то парнишка. Ну, и я решил, что вдвоем-то мы уж точно сообразим, что надо делать. Я подождал, пока он устроится на работу, взаимодействует с прорабом. И, надеясь на то, что он-то знает, что надо делать, пойду буду бегать за ним. Мы поговорили с ним. Оказалось, он тоже ни хрена не понимает. Мы начали искать вдвоем. И мне бы дураку сообразить. Автор этих триггеров, скорее всего, тот же самый, который ставил триггеры в автошколе. И который придумал эту работу, и, скорее всего, в совокупности автора этой дебильной викторины. Они просто стоят криво. Они не должны просвечивать. Вот в чем дело. Поэтому это сбивает с толку. И любой бы маломарский грамотный человек подсветил бы вход в эту шахту. Но не на этом проекте. И я уже собирался уезжать. Как вдруг мы случайно увидели, как забегает человек в какую-то дыру. Это и оказался вход в шахту. Но рассказывать про эту работу я вам не буду. Это та же самая мастурбация с кнопками, как и настройки. Только чуть-чуть попроще. Но зато здесь три точки. Мы подружились с этим парнишкой. Парнишка оказалась очень адекватным. Мы немножко пофармили и поехали обратно в сторону города. Как вы думаете, что произошло, пока мы ехали обратно? Слышь, товарищи, мы перезарможим свое это двухколесное транспортное средство. И выходим с ручками за голову. Тухич, давай в гору, дави в гору. Тухич, давай в гору. Ну и в результате горами, проселками и лесами нам все-таки удалось от них уйти. И тут, наверное, любой бы философ спросил у них. Да что, сука, с вами не так-то, блядь? Вы еще какой-нибудь РП знаете, кроме как стоя руки вверх, блядь, давай деньги? Что это, блядь, за РП? Вам серьезно, интересно вот в это играть? Что за идиотизм здесь происходит? В чем смысл вашего присутствия на этом проекте? Вы компенсируете здесь свои неудачи в реальной жизни? Я реально не понимаю. Что это такое? Я провел на этом проекте 10 часов. Я не встретил ни одного РП, не связанного с ограблениями, с бандитизмом или с азартными играми. Все, блядь, это настолько ограничено, звездец какой-то. И я думаю, что секрет высокого онлайна совсем не в острове. Остров сам себе, вернее, не остров, а проект, кривой, косой, горбатый, недоделанный. Секрет в том, что, чтобы здесь прокачаться и чем-то заниматься, вам нужен как минимум третий уровень прокачки. А чтобы прокачать третий уровень, вам надо как минимум 8 часов здесь просто про АФКшить. И АФКши здесь добрая половина острова. В любом углу вы можете найти АФКшника. А опыт вам начисляется каждый час. Но совсем не значит, что за час вы прокачаете один уровень опыта. Нет, вам капает по чуть-чуть. Поэтому, чтобы прокачать один уровень, вам надо как минимум 3 часа простоять. Но я имею в виду без ВИПки. ВИПку здесь раздают. Ну и пока я тоже вместе со всеми здесь АФКшил в каком-то углу, я не встретил ни одного полицейского на этом проекте. Вообще ни одного. Вот сколько я здесь проехал, вот сколько я здесь пробовал, ни одного полицейского. Естественно, мне захотелось посмотреть, как здесь вообще полиция устроена, как это работает, где они, где, почему их не видно. Я зашел послушать. Обычно, если уж очень слабое РП на проекте, то полиция или медики, ну уж они-то точно отыгрывают. Ну и давайте посмотрим, как отыгрывают здесь. Да, и всех, кого вы здесь видите, это претенденты в кадеты полицейского департамента. Палец надо погрызть туда. Сюда попадай, скажешь, его просто так посадить. Там нападение с оружием, помогите. Блин, сыр, еще раз вы сюда зайдете. Так меня расстреливают, я ищу убежище. Ни одного выстрела не было. А он нацелился на меня, вон тот, он, блять, синий. Вот он, у него оружие, у него оружие. Он убежал, он убежал. Посмотрите всех, кто на набор вдоль, там, вдоль шеста. Сюда вы, пэш. Давай, блядь. Углёнобар? Извиняюсь. Кадет, посмотрите, что там делают. Вот он, вот он, вот он. Смотрите, он меня бьет. Он нападает, постоянно меня бьет. У меня снял одежду, у меня видеофиксация есть, как он меня бил. Смотрите, нас больше. Блин, набор. Он еще нарушает, я на кодекс, кадет. Он меня снял одежду, он меня бил. Да, сообщите пока что. А пока что, мы идите нахуй, черти. Он вас там наскорбил, вы слышали это? Я говорю, я ничего не делал. Это ты он с тебя неадекватно ведет. Слышите его. Я предлагаю расстрелять его. Ну и несложно догадаться, какая полиция будет на этом проекте. В общем-то, какой проект, такая полиция. Я поехал дальше, и мы познакомились с человеком. Он абсолютный новичок. Только-только скачал GTA-шку, и вот это первый проект, на который он зашел. Естественно, видимо, клюнул на высокий онлайн. Естественно, я решил ему помочь, и, ну, показать что-то здесь на этой карте, чтобы человеку было попроще ориентироваться. Я его, естественно, не повез на стройку, а сразу же повез на шахту. Это хоть как-то лучше работа, чем на стройке. Ну, а на перевернутую по ОРП такси я уже даже не обращаю внимания. На этом проекте это вообще нормально. Ну, в общем, я его привез сюда, дал кое-какие-то наставления, как попроще поработать здесь, как надо действовать, с какой точки лучше таскать, ну и тому подобное. В общем, такое наставление для новичка. Хоть как-то помочь ему, пока он еще не совсем разочаровался в GTA 5. Ну, я выключил камеру и собирался выехать отсюда. И вот что произошло. Подъехали ребята прямо сюда на шахту с автоматами и расстреляли меня. Ну, на этот момент бомбить мне уже не было сил. Меня уже настолько задолбал вот этот вот дебилистический проект. Это какой-то пиздес. Мне никогда не понять, в чем кайф вот такой игры. Что за удовольствие получил вот этот долбоеб? Я вот, ну, серьезно не понимаю. Ну, приехал, расстрелял, уехал. В чем, блядь, кайф игры-то? Почему этот проект называется РП? Вот объясните вы мне, блядь. И вот казалось бы, ну, чего еще это может произойти? Что, какой еще идиотизм может показать этот проект? Нет, он богат на маразм и на бредятину. Просто кишит этим. Ко мне подошли ребята. Проезжали мимо, посмотрели, что я валяюсь. Ну, и подошли. Кстати, из-за того, что машина лагает, она находится сейчас не в этом месте. Она сейчас отпрыгнет, потом опять обратно вернется. Там, в общем, с сервером полная жопа творится, блин. Но они решили мне помочь. Вот они сейчас мне пытаются помочь. Все вызвали скорую. Ни один врач не откликнулся. Так и не приехал. Один из ребят съездил в магазин и купил три аптечки. Но ни одна аптечка меня не подняла. Не подняла она меня, потому что, оказывается, на этом сервере, если у персонажа плохое настроение, его оживить нельзя. Ну, а насколько я понимаю, когда тебя убивают, настроение у персонажа не очень радостное. Ну, да и с этим херстом. Так как я не дождался врачей, я нажал кнопку «Умереть». И появился, естественно, в больнице. И надо же чудо! В больнице оказались медики. Посмотрите, вот они. Здесь. И их здесь. Как минимум трое. Ну, по крайней мере, я увидел троих. По белому халату, судя по всему, был главврач. И два каких-то медицинских работника. Но им на все это настолько насрать, что они даже не хотят с тобой разговаривать. Я обратился к одному, он пошел какую-то карточку искать. Ну, то есть, он такой РП играет. А на то, что поступают вызовы, досрать он хотел. Что ему там выезжать и по всей карте носиться? Что он, дурак, что ли? Да и, в общем-то, пошли они в жопу. Я уже настолько устал от этого проекта, от этого мнимого РП, что, ну, просто уже нет слов. Я просто вышел на улицу. Но, ёпорный бабай, дебилизм, происходящий на этом проекте, не оставляет тебя ни на секунду. Посмотрите, что делает этот дебил, блядь. Боже, как же хочется, чтобы контингент, с которым я здесь повстречался, навсегда остался составлять онлайн вот этого проекта. Блядь, сидите здесь, сидите и играйте. Это ваше место, это ваш проект. Извините, ребята, но у меня на этом все. Больше оставаться на этом проекте нету желания ни на минуту. Спасибо всем, кто посмотрел. Приношу извинения за ненормативную лексику. Ну и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok